Алексей Кожевников известный в нашем городе краевед. Много лет увлекается изучением местных достопримечательностей. На его счету множество публикаций в газете «Рабочая правда», а также написано и издано несколько книг о Полевском. В творческой мастерской Алексея Кожевникова побывала наша съемочная группа. Сегодня дома у Алексея Кожевникова большая коллекция различной литературы. Вся она уникальна тем, что это собрание авторов, его знакомых и друзей. Открыв любую из этих книг, можно увидеть обращения и пожелания Алексею Кожевникову. А сам Алексей Николаевич начал свой творческий путь с написания инструкции по использованию телевизора. Он окончил радиофаку ГТУУПИ и в 1959 году был направлен радиомехаником в Полевской. Как раз в этот период начал работу Свердловский телецентр. Люди начали покупать телевизоры, они их не знали. Я решил им помочь. Я взял и на 12-листовую тетрадью мелким почерком написал, как и что надо делать. Когда принес Ольги Ивановны Засыпкиной в рабочую правду, она отложила его, говорит, и мы с вами встретимся, потом внимательно почитаю. При следующей встрече она мне объяснила, почему. Во-первых, объем очень большой. И, собственно, у меня получилась инструкция по использованию телевизора. То есть вот такой конфуз произошел. Ну, однако, значит, она мне очень много дала отдельных советов, которым я следую и до сих пор. Дату своей первой публикации в газете «Рабочая правда» помнит до сих пор. 3 марта 1963 года. Он и сегодня продолжает писать материалы для этой газеты. Пробовался считать количество написанных статей безуспешно. Их очень много. Был внештатным корреспондентом. Позже начал писательскую деятельность. В основном это краеведческие книги. Своих написал и издал 4 штуки. В основном пишет по приглашению своих коллег. Его публикации можно найти в различных энциклопедиях и другой литературе, в том числе и художественной. Писал Алексей Николаевич из стихи. Как будто недавно модели шаров Монгольфье запускал. Потом меня маршал Меделин в Челябинске вдруг рассыскал. И я при немецких ракетах, что Лондон бомбили в войну, при наших изделиях секретных два года провел, как в плену. Ни в бункерах, ни в апорелях я не скрывался при стартах. И видел тревогой горели людские глаза. Не азартом. Стояло оно в бандажах, готовые к скорому пуску. Подобно ракете дрожа, земля набирала сил сгусток, чтоб резко, мгновение одно, умножить мощь армии нашей. Изделие скрылось давно, а мы вслед ему еще мажем. Я горд, есть и доля моя в советском ракетостроении, что внес в свою лепту, и я страны в боевом настроении. Дело в том, что я служил в секретном, совершенно секретнейшем ракетодроме. И там школу закончил, младших командиров. И непосредственно участвовал прямо в пуске, на пусковом столе. За патриотические стихи стал лауреатом Лермонтовского конкурса. Был приглашен в Москву, где ему этот диплом вручил командующий московским военным округом генерал армии Владимир Говоров. Стихи Алексея Кожевникова публиковались во многих изданиях. Сейчас продолжает работать над книгой, идея для которой родилась еще в 80-е годы. Я начал снова просматривать материалы про нашего вот этого северчанина и про его брата. Оказывается, он был связан с черношевцами вот через этого человека. А этот человек был правой рукой губернатора Фермского губернии. И тот не знал, что он, та самая революционная деятельность. И когда перед тем, как отмена крепостного права, они вот провели очень активную такую деятельность, доказать, что это отмена крепостного права. Значит, как раньше мы изучали, мертвым в свободах живых под арест. То есть это под корень рубит всех, и крестьян, и мастеровых. И так оно получилось. В последнее время Алексей Николаевич увлекся фотографией. Сегодня у него уже большой актив редких и уникальных, хоть и не профессиональных снимков. И к своему юбилею хочет сделать собственную фотовыставку. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Новости Полевского.